у нас сегодня дождь идет прям такой хорошенький сейчас немного успокоился но я не об этом у нас хорошая новость у нас сегодняшнего дня будет интернет вот видите ребят приехали сейчас куда-то отъехали но так уже не по столбам все протянули даже можно сказать на участок завели вот видите провода кинули стекловолокно 200 мегабит в секунду прям как в городе видите стекловолокно на прям ломается так первый раз такое видно сейчас чтобы ну да он стеклянные какие-то провода эти им дали добро не час по электрическим столбам тянутся вот так мой дождь идет ну короче вот будет у нас интернет ты довольна что будет интернет а что ждет встанут сюда да у нас того и туда и сюда и в станицу и в районный центр даже ездили как-то загрузить видео потому что здесь не тянуло вообще не тянет здесь вот кристина у нее постоянно мобильный интернет и у нее мобильный приезжать нет интернета вот у нее дома у нее дома есть а здесь ешка-ешка и вот она бегать ешка-ешка но не может но сегодня сейчас они видимо за роутером поехали наверно наверно просто как-то странно не на вчера да на 7 число дали заявку вчера весь день дома просидели не могли ни туда ни сюда выехать что у нас такие еще планы были и туда сюда поехать а всего и в итоге не позвонили не предупредили что не приедут а сегодня с утра звонит я буду здрасте я говорю опомнились вспомнили про нас хотя позвонить можно же было они сказали не клина им дали только на сегодня но это вот там хотя мне даже сообщением пришло телефон что завтра седьмого числа у вас будет у вас заявка там на монтаж да и приедут рабочие будут делать все что ожидайте дома по прогнозу сегодня дождя нету прогноз тоже мне так жалко и до лаги лазит по этим столбам блин дождь идет мокрые а столбы то электрические они электрические столбам крепятся да у гора хорошо он то знаешь что слегка так это то вам как баба бомбанет по прогнозу вот по моему личному он надолго зарядил потому что он почему все затянуто вот оттуда где-то есть просвет это плохо у нас не планы на 5 часов шашлычки машучки гости а мы не сможем дождь идет почему что-нибудь придумаем а я тоже рушан тоже дождь ночью был как как был дождь и не должно быть залезла тоже посмотрела нет дождя и не будет сегодня облачем должно быть и дальше уже это солнечные дни ну они чуть-чуть ошиблись облачно облачно туч на перепутали нет пусть лучше они не надо они так если ты если ты сейчас поставишь и насчет вести а так они лежат и это ну ты же сказала мне дождя не будет но они так уже будут сохнуть два дня они так суп на два дня будут делала у меня а на вес можно взять а у нас а у нас свет есть «А у меня будет свет послезавтра» «Ты зачем это рассказываешь?» «Ничего страшного» «Ну что?» «Ну сам когда расскажешь» «Мне позвонили, уже сказали послезавтра будет свет» «Так что не разница» «На начальница позвонила» «Слушай тогда что мы будем париться, что здесь напиливать, что здесь у тебя аллергия на пыль пылесосом рабочим все собрать зато машина единственный плюс машина по моему из сбила пыль все завтра буду точно машину мыть и никак не доходили руки то там надо что-то сделать тут что-то надо сделать и не успевала до машины доходили кстати я в крышу лазил посмотрел нормально да кажется все живо и здорово так что богдан может спать спокойно богдат богдат есть такое выражение в багдаде все спокойно пойдем чай пить пришли чай пить цвета нет опять да я же только что ванной было свет был я с дома выходила у тебя лампочки горели на шкафу объясняю есть комментарии которые давай пишут мол почему вы включаете свет а у вас весь день горит свет у нас здесь не весь день горит свет я включаю свет только для съемки вот сейчас темно потому что но вы видите какая погода на дворе да а когда погода солнечная здесь светло но для когда я включаю камеру я включаю свет только для съемки включая так здесь не темно да вот окно 1 вот окно 2 света здесь достаточно не без света конечно теперь понимаю как ты беседа не поработать ничего вообще странно рушан говорит о которой интернет подключают у них доступ не должен быть к свету ну по идее на самом деле да и вчера мы проезжали вчера тоже отключали свет коля бы сказал бы что света завтра не будет а может быть он видимо светом отключает а не хочешь пробежаться на дороге ты в куртке может наденешь дождевик рушь да не нормально а вот смотри а вот кепка где твоя кепка один на голову лучше давай коля звонит коля звонит коля меня спас короче говоря это электрик у нас здесь знакомый есть он электрик вот он меня спас мне пришлось туда бежать потому что все это не все станицы короче где-то было головное трансформатор навернулся вот они сейчас едут как раз таки туда будут что-то отключать переменять переключать и это через 15 20 тире может быть 40 30 будет свет днем не переживайте потерпите немножко ну да мы привыкли в принципе у нас на крючанах раз в неделю точно вырубают вот стабильно прям а в прошлом году такого не было а я вот не помню нет не было в прошлом год такого но коля сказал что нам вот этот трансформатор который у нас стоит у нас там все поменяли уже там уже менять нечего абсолютно теперь абсолютно новый трансформатор где-то действительно проблема с вас это с проводами если дело там в посадках деревья там зарастают где-то вот замыкает когда ветер вот а так это трансформатор вообще потенциальных не все поменяли ну да льет льет не успокаивается такая погода сегодня а кстати пока света нет это интернетчики тоже не смогут ничего делать но не покажет протянут они же не потянулись ничего уже до дома протянули они уже до дома все как-то протянули сейчас им только надо завести в крышу и он там вывести они куда-то уехали машины их нет кабель только представляешь я обычно же про показано да как бежит это металлический все там этот а ты стеклянный представляешь если вот так сломается а почему такой опасный но это стеклобалок но чтобы интернет был сильный а у нас такие ветра кабель будет на улице если он где-то чуть-чуть вот ему грубо вот это ему на разрыв ему не страшно ему вот именно на изгиб ну ладно а потом я могу дай его посмотреть как дождь закончится я его увижу потом да нет дождь идет не хочу голову мочить вот такая сегодня у нас погода говорится видео не будет потому что погода мешает работать ну как мы можем работать если дождь идет мы же не можем под дождь встать и что-то делать или какой-то инструмент включить поедем до крестинки поедем до крестинки может дождик закончится до попозже и поедем будем пол ей заливать ладно хорошанчик саша сказал придет да закончится он все должен закончится сколько можно а потом замер а потом замечаешь быстро так опа и все высохло до моментом все сухо ну ладно все приехали хорошо пошел хорошо ты видишь где наша кошка она сейчас оттуда спрыгнуть ушана носила по нафиг себе переломает не вздумай даже берет хочет спрыгнуть представляешь оттуда а мы служим с окна она собирается прыгать представляешь уже она сила по себе переломает нам следали только что сейчас придут обратно будут делать дальше они предпосле обеда они у нас просили мы сможем уруша нам же надо уехать вовремя не приезжают день в день и до конца не доделывают после обеда после обеда время растяжимое откуда я знаю утра старалась стояла прав на крыше я лазила ее забирала вроде же сока по улице доходит и все равно такие шорохи боится вот мои лыжи шестерки мы пятерочка до таких папок черночка шанс покажи твои лыжи штаны это какие хана тебе джанки отряхи где дома будешь на кухне только нет рушан лучше сразу это но там наверно не так же бросай я выхлопаю потом стиралка что пыли не было да вот такая вот погода у нас в деревне такая погода в деревне когда не очень конечно ну ладно привыкли а чё галуши одели да пошли завтра уже будет потеплее я галуши помою высохнут и все и чё ты ноешь а коза дереза лазишь везде с маркизом там было да говорит где кипит где кипит я не поставил я поставлю я поставлю ооо какой кошмар это еще хорошо что чайник у нас это да это еще хорошо что мы не уехали угу вот так да свет отключают пусть проветриваться туда а молоко посмотри там есть холодильник убрать а вы приехали до крестинки так надо крестники бутерброд привезла а это земля или мусор тут земля а вам что нужно нам телега нужна мешки привезли тебе я эту землю туда высыпаю кресть куда на ту землю это земля это мусор я туда высыплю туда сейчас она поест тогда а я сам сейчас высыплю куда г pisg а ты имеfy что тут делала целых а знаешь как по украинскому receiving блин а скажи по украински будут ну а переписана ты переводится как Вообще-то вот они мои перчатки. Христи переводится по-украински. Я знаю, так и идёт Христия. Первое Х идёт. И так у неё правильно. И правильно её называется. Христи. У нас даже подруга Женя есть. Она её посмотрела. Христи, привет! Так что она будет Христи? Я тебе покажу. Христи. Крис, Христей будешь? Ты по-украинскому нашу твоё имя переводится по-украински? Я не знаю по-украински. Христи. По-русски же тоже Христи. Это эти перчатки являют идеальные перчатки. Да нет, пускай уже Ларас одел. Так, всё? Ладно. Это да? Или тебе вот эти оранжевые больше нравятся? Так, давай я. Они сейчас красные. Нет, они с оранжевыми. Там что жёлто. Да ладно, жёлто. Спасибо. Мы сегодня будем работать бетонными мешалками и монолитчиками. Будем сегодня заливать черновой пол ванной. Там, в принципе, уже всё смонтировано. Осталось только сравнять и залить. Это ванны, да? Да, это ванны. Нам на подмогу примчался Саша. Будет помогать. Будем мешать, замешивать, выравнивать. Так что вот такие сегодня у нас. Вот такой фронт работы. Сейчас Саша вот эту всю землю, которая... Ну, не всю. Отсюда будем перевозить на тележке в эту комнату. Здесь, в принципе, всё уже разметили. Закрепили, всё по уровню выставили. Скат идёт сюда. Сюда скат идёт. Вот. Теперь надо нам... Ну, скорее всего, пойдёт по швейлер выровнять землю. Ровненько. И потом будем уже стелить дальше. Следующий этап. Следующий этап. Это у нас будем стелить, руберовать. И потом выставлять маяки и заливать черновой пол. Что, всё, да? Да. На тихонку. Всё, пол мы выровняли. Теперь будем стелить рубероид. Он здесь был утрамбован. Потому что много-много лет он уже здесь лежал. На шпалы шпалы давили. Вот где-то местами бетон был залит. Так что он нормально здесь сейчас рубероид постелим. Но потом здесь в любом случае ещё армированная сетка пойдёт. Короче, нормально всё будет. Сейчас рубероид. Здесь. Вот такие рулончики. 15 метров. Плюс-минус полметра. 15 квадратов, короче. Так он метр шириной. Так, рубероид постелили. Сейчас вот сделаем первый замес. Выставлю маяки по уровню. И будем черновой пол заливать. Сейчас будем замес делать. Так, маяки у нас стоят. Теперь ровненько будем заливать всё. Делать такую стяжечку небольшую. Приехали мы с Кристинкой домой. Рушан с Сашей остались дальше пол заливать. Мы с Кристинкой сделали два замеса. Два замеса. Поняли, что нам не по силу, конечно, это. Мужики есть мужики. Но чем смогли, тем мы помогли. Пока они там стелили рубероид. Всё такое мы с Кристинкой замешивали. Вот. Теперь буду... Что вот есть рейки. Те я прибиваю. Вот, а потом здесь всё отрежется, конечно. Потому что и ужин готовить надо. Чё там сидеть, если нет от нас помощи? Остались более такие мужские дела. Я сейчас быстро здесь прибью. Всё, что осталось, поставила. Есть готовить. Пока у меня мясо тушится, я рейки прибью. Здесь ничего такого трудного нет. Так, давайте, наверное, снова прибью. Там дальше пробиваем. Вот опять солнце вышло. Печёт. Печёт. Так. Так. Я приехала, животных покормила, всех. Я приехала, я приехала, я приехала. Я приехала, я приехала. О, спалло, прям летают здесь. А чего они разлетались? Хотела пилой, а потом передумала. Так случилось. Так. 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 Я, если честно, эти гвоздики не нравятся, потому что они очень маленькие, где-то по тени и все, оторвалась доска. С такими гвоздями двойную работу просто делаешь, просила Рушана побольше гвоздей, но он сказал нет. У нас сегодня на ужин лагман, наконец-то лагман, мы так давно хотели лагман поесть. Так что я в особенности давно хотел бы лагман поесть. Да. Ты же знаешь, я люблю лагман, манты, что еще? Картошку. Гарина. Вкуснятина. Ты скучаешь по босо лагману? Скучаю по-настоящему лагману. Не, вот этот твой любимый, который босо. Да, обожаю босо лагман. Я не профи в лагманах, как готовлю, там готовлю. Главное, что муж ест. Главное, что без картошки. Главное, что муж ест и говорит, что вкусно. Это самое главное и все, а остальное все. Мне пофигу. Да, я думаю, так у всех. Ой, фигу. Эти бутылки. Да, мы от них избавили. Когда фильтр поставим? Нет, когда полочки у нас будут. Полочки? На веранде. А-а-а-а. А-а-а-а. Но тут все равно не будут выносить эти полные баклажки. Поставлю на полочки и все пустят. А-а-а. Зимой замерзнет. А-а-а-а. Зимой еще дожить надо. Все, ребят, всем, кто кушает, приятного аппетита. Приятного аппетита. И нам приятного аппетита. И тебе, моё солнышко, приятного аппетита. У меня еще настроения нету что-то. У меня просто голова болит. Ничего не помогает. Это все от аллергии. Вот так целый день шмыгаешь, 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 шмыгаешь. Голова напрягается все равно как бы. А может не аллергия. Ну ладно, все. Фима кушает. Приятного аппетита. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова